В этот раз программу городские хроники мы посвятим спорту в Мурманске. Сложно сказать, как будет дальше, но пока нам есть чем гордиться. Например, совсем недавно до массовых ограничений с соревнований вернулся Илья Баланов. Он стал чемпионом Европы по тайскому боксу. Так сказать, запрыгнул в вагон уходящего поезда. А вот лыжной сборной России повезло гораздо меньше. Соревнований в Норвегии их сняли. Возвращаться домой пришлось через Мурманск. В аэропорту города-героя лыжника встречал губернатор. Он же чуть позже принял участие в сборе гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска. Ну а про футбол мы тоже не забыли, правда, про детские. Далее обо всем по порядку. 25-летний Илья Баланов каждый день проводит на тренировках. Для него это не просто спорт, а образ жизни и работа. В зале молодой человек оттачивает свои навыки боя и также тренирует других бойцов. К этому я отношусь только как к своей работе и все. То есть я прогрессирую в каких-то своих вещах, ставлю какие-то цели, добиваюсь. То есть все и все. Тренируюсь я каждый день в этом зале. Когда готовлюсь к соревнованиям, тренируюсь по две тренировки в день. То есть утром и вечером. Илья очень скромный парень и не любит хвастаться заслугами. Между прочим, он мастер спорта международного класса. Чемпион мира по муай-тай и с недавнего времени новый чемпион Европы. И, кстати, не один он достиг успеха на этом соревновании. Его коллега, 17-летняя мурманчанка Юлия Шохина, стала бронзовым призером юниорского первенства. А до этого девушка выиграла чемпионат мира. Полуфинал у меня был с девочкой из Белоруссии, получается. Бой был, ну, как сказать, не знаю, всегда сложно. Сложно настроиться больше. Ну, как сказать, не доработала, видимо, раз проиграла. Девочка из Белоруссии, но она хорошая очень спортсменка. Тоже Европу, мир выигрывала. Несмотря на то, что золото Юля так и не завоевала, мы верим, что все у нее впереди. На чемпионате ее молодую спортсменку поддерживал Илья Баланов. Он меня подбадривал тоже, выводил меня в ринг вместе с тренером. Ну, в общем, мы такая мини-команда из двух человек. Юля вспоминает, что пришла в этот вид спорта после просмотра фильма про боксершу. И он так вдохновил, что девушка решила тоже заняться тайским боксом. Юля в восторге от каждой тренировки. Перед этим танцами вообще занималась, потом резко сменила. Не знаю, мне как-то понравилось. Вот это все, удары там, так все утомляющее, потом приходишь домой сил. Нет, в мужской компании всегда мне больше нравилось, чем в женской. Не знаю, нет, прикольно. Работаем со всеми там в парах, стоим. Иногда они мне попадут посильнее, иногда я им. Ну, вообще, все равно относятся так, как девочки. У спортсменов один тренер, Алексей Баланов, и занимаются ребята в Мурманском дюж номер 7. У нас, в принципе, дети занимаются достаточно массово. И, конечно, не из каждого получается чемпион. Но вот вы видели, сейчас там ребят на турнике подтягивались, там выполняли различные гимнастические упражнения. То есть они развиваются. К сожалению, сейчас урезали уроки физкультуры в школе. И к нам в школу приходят ребята, которые не могут ни кувыркнуться, ни там какие-то элементарные упражнения гимнастические сделать. Ну вот мы практически этот недостаток восполняем. А вот в лыжной сборной России повезло гораздо меньше. Соревнований в Норвегии их сняли. Возвращаться домой пришлось через Мурманск. Авиасообщение с Россией закрыто, поэтому из Осва спортсмены добирались до Киркенеса. Оттуда автобусом приехали к нам, чтобы вылететь в Москву и Санкт-Петербург. В нашем аэропорту их встречал глава региона. Печально, что политика вмешивается в спортивную историю, но мы всегда вами гордились, гордимся и будем гордиться. И вам огромное спасибо за такую стойкость и мужество. Я прекрасно понимаю, когда к чему-то очень долго и сильно готовишься, а потом по независимым от себя причинам ты не можешь это реализовать. Это непросто. В аэропорту национальную сборную встретили и верные болельщики, юные лыжники из заполярных спортивных школ. Ребята воспользовались редкой возможностью лично пообщаться со своими кумирами и попросить у знаменитых чемпионов автографы. Старший тренер российской сборной Юрий Бородавко считает, что политика стала лишь удобным поводом для зарубежных спортивных функционеров. Многие люди в Международной Федерации показали, насколько они негативно относятся к российским спортсменам. И те, которые хотели казаться вроде бы друзьями, то есть все встали против российской команды. Это на самом деле очень тяжело воспринимать. Они просто не хотят нас видеть на пьедестале. Для них это как кость в горле. По словам спортсменов и тренерского состава, резкая перемена в отношении к российским атлетам стала для них неожиданностью и большим разочарованием. Мы все-таки хотели бежать и правдовать честную борьбу, как мы это привыкли делать. Все-таки спорт это как минимум мир. И, видимо, мало кто понимает, что если спорт, то это мирное отношение. Это только заставляет нас становиться сильнее. Но мурманские болельщики жалеют больше о другом, что спортсмены не примут участия в празднике Севера, который уже стартовал в областном центре. Заполярье активно протягивает руку помощи беженцам с Донецка и Луганска. За несколько дней удалось собрать тонны гуманитарной помощи. Товары первой необходимости принес пункт сбора и глава региона Андрей Чибис. С первого дня открытия пунктов очень много людей приходит ежедневно и приносит помощь. От 10 минимум и до 15-20 человек в день каждый день приносят. И общественные организации в том числе, и ветеранские организации, и молодежные организации. То есть участвуют вообще все от мала до велика. С детьми, с маленькими семьей приходили, приезжают из муниципалитетов. То есть люди действительно очень отзывчиво и активно участвуют в сборе помощи. Организаторы пункта предупреждают, что принесенные вещи должны быть новыми в цельной упаковке, в идеале с этикетками, а продукты питания с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности. Такие жесткие требования введены Роспотребнадзором. Больше всего в помощи нуждаются самые незащищенные в своей населении – дети, женщины и пожилые люди. Сегодня особая потребность – это в детских вещах, в детском питании, в подгузниках и в детских книжках. Как вы видите, чтобы было детям комфортно. Поэтому я сосредоточился на этом. И хочу со своей стороны всех северян поблагодарить неравнодушных людей, которые постоянно приносят в пункты приема, а их уже 36 по области, то, что сегодня очень нужно жителям Донецка и Луганска, для того, чтобы они переждали это непростое время в комфортных условиях. Для удобства поиска ближайшего пункта сбора гуманитарной помощи специалисты Центра управления регионом Мурманского области нанесли их на интерактивную карту портала «Наш Север». Сервис поможет найти ближайшую от вас точку приема. В столице Заполярья активно развиваются не только зимние виды спорта. В Мурманске работает школа футбола, обучающая детей по методикам легендарного московского «Спартака». Школу «Спартак-иньор» у нас открыли не так давно, в октябре 2020 года. В общей сложности здесь обучают около ста мальчишек. Каждый из них в будущем имеет шанс попасть в большой футбол. К примеру, 12-летний Тимофей, играющий нападающим, всем сердцем любит спорт, наслаждается адреналином, который дарит игра. Мне в футболе больше всего нравится, когда твоя команда сбивает гол, и вы все радуетесь победе. Сама школа создана Академия футбола клуба «Спартак». Каждый тренер имеет соответствующие сертификаты подготовки, а методики обучения согласованы с ветеранами спорта. Для самых перспективных игроков предусмотрены специальные стажировки в Москве и особые соревнования, где ребята могут помириться силами с выходцами из других таких же школ. Во время тренировок большое внимание уделяют не только физподготовке, но и развитию личностных качеств юных футболистов. Выдержка, конечно, нужна в работе, потому что, сами понимаете, дети есть дети, как в футболе, так и в жизни. По словам специалистов школы, им не сложно работать с самыми разными детьми, ведь приходят сюда только по-настоящему увлеченные ребята. Более того, здесь практикуется инклюзивный футбол. Для людей и детей с ограниченными возможностями футбол, чтобы показать, что сейчас нет таких ограничений, что все мы вместе, мы все одинаковые, нет различий по разным причинам. На данный момент эта программа приостановлена по причине того, что у нас не хватает игрового времени, не хватает, так скажем, инфраструктуры спортивной в Мурманске. Однако переживать не стоит, ведь скоро школа переедет в более просторный комплекс, где места хватит всем. Ребята серьезно этим занимаются, это очень серьезный подход. Они выбрали то помещение, которое позволит именно спортсменам с ограничениями, с хорошим доступом, с правильным расположением. Они подобрали тренеров, которые могут заниматься с такими людьми. Здесь же тоже не просто так, это же не просто тренер, который может объяснить ребенку. Тут надо знать особенности каждого человека. Даже учитывая последние события, у футбола, да и у любого другого вида спорта, есть перспективы. Ограничения не могут быть вечными, да и игры между российскими клубами никто не отменял. А легионеров из других стран сборных, очевидно, полубарится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова